Поэтому запирай. Запирай все. Я говорю, запирай. Дверь за собой. Приду, дверь открыта, пыльется. Алло! Никого нет. Помолился. Алло! Никого нет. Никакой ласкисти нет. Выйду, на улицу кричу. Наконец нашел. У бачка с водой стоит бабка. А почему с улицы не закрыта? Вот, все тебе неладно. Я вопрос задал. Почему с улицы палочка хотя бы стояла? Что? Дверь настишь открыта. Я зашел, что мог взять, вынести, грузить машину. У вас нет. Так же в Варнауле. Проездная большая центральная улица, можно сказать. Не проспект, а улица. Захожу. В доме никого нет. А рядом базар, церковь, там народ ходит. Зашел на втором этаже. Все обошел. Никого нет. Что ж такое это? Убили человек или что? Давай искать. Пошел, дом обошел, в ограду зашел. По улице. А там за домом, дом двухэтажный. А там огородчик. Она работница хорошая. Я говорю, а что ж дом-то открыть? Ну я же рядом. Она рядом. Идут по улице машины. Она не слышит, что я зашел, вышел. Но она рядом. Ну правда, если замерить, не больше шеста метров. И она успокаивается. Какой же за женский угол? Не собранный. Логики никакой нет. Ну ты же не знаешь, что там дверь открытая. Ну я же рядом. Она на дом стоит. Ну ты где рядом-то? Даже рядом ты должна закрыть была. Закрыть. Любой может зайти, любой может взять что-то. Нет вопросов, нету. И мужчины такие же есть. У нас уборка бывает в храме. Я говорю, вы палитку закройте или на секунду не оставляйте без присмотра. Нет, вы эту правопаду можете оттуда послать. Я тоже ухожу за водой. Но я все время набираю воду и смотрю на коллектив. Ну а там у меня подкерто, палочка стоит. Слушай. Кто дома? Никого нет. Хоть закричите. Где много рук. Я же и замок, в Библии говорит. Я же и замок. Ты пострадаешь. На практике это не выполняется. Замок не выполняется. Никак. То есть вперед маленько рассудит. У меня не оставался другой дозер. Он стоит 10-15 минут. Конечно, первое, что мне охота подойти. Теперь я начинаю прокручивать голову. Я подойду, он скажет, можешь помочь? Нет, а сейчас спрашиваешь. То есть я думаю, как он ответит. Какой вариант лучше? Подходить или не подходить? Я остановлюсь. Не подходить. Прошло минут еще 10. Он сам идет ко мне. И говорит, мне тут нужно человеку подержать. Ломиком там подпереть и поднять коробку. Ну вы не удержите. Я говорю, удержу. Он не ожидал. Я подперлить легче, чем он взял. Он далек себе взял. Я буквально одной рукой удержал. А лоб кривой и загнутый. Он говорю, ну, поверил. И каждый раз. Я читал про одного шейха. Вот к нему учитель мусульманский обращается. А вопрос несложный. Он говорит, не знаю. Как? Не знаете это? Я не знаю, отвечать или не отвечать. Отвещать или не отвечать. Он говорит, а вопрос какой задал? Сколько у лошади ноги? А он вверх вам сидит на лошади. Он его спрашивает, сколько вашей лошади ног? Он не стал спрашивать. Отвещать с лес. Передние две. Целые ноги. Задние две. Целые. Четыре. На колесе я не знал. Но раз спрашиваешь, значит, ты заметил недостаток. Может быть, Богу оторвало дорогу это. Он поставленный пошел. Посмеяться решил. А что ты ответил Бог? Да послал его на все четыре. Да и все. Нам говорят. Знали, что такое он воздержанный. Учитель у евреев. Равину или как его назвать. И вот пришли студенты его испытывали. И знают, что он ванну нагревает. Именно два часа моется. И они в это время пришли. Стали спрашивать про логарифмы разные. Затягивать. И знают, что вода сейчас у него остывает. И как он себя поведет. Он спокойно довел разговор до конца. И говорит, вода все равно остыла уже. Так что я завтра помолюсь. А вы знаете, вы пришли испытать меня. Он догадался. А что тут догадываться? Вы в ремень пришли. Вы эти уроки знаете. То есть испытания бывают люди устраивают. А бывает Бог. И как будем мы реагировать. Одно дело мы когда исправляем. Ты бы сказал или нет. Батюшка сидит дома. И видит рядом у соседей. А родители уехали. А детям наказали теленка поить. И привязали его. Ну а теленок водой напоить его. Ну а вечер может быть крошки с обратом дать. Теленок ходит вокруг ломика. И головой-то притянулся. Так что идти некуда. И овец стоит. Батюшка встал, не выдержал. Пошел, налил воды. Принес ему теленка. Размотал веревку. И напоил. Я это делал. Узнал. Батюшка. Я говорю. А я бы на это сделала. Вот ты один раз намотал. Они к вечеру второй раз уже надо поить. Третий раз. А наказано не тебе, а им. И они малдесы растут. Я сразу поехал по деревне узнать. Кто их видел. Где они. Далек или нет. Они где-то играют. Я бы их притащил домой к теленку. Постыдил бы здесь. Да и взгрел. Один раз. И он бы у меня все время как Шелковый любил теленка. То есть поразил можно отстойтись. А как Бог делает? Бог делает так. Если мы не понимаем. Он переворачивает. И бьет очень крепко. В России не хотели слушать. Царя под расстрел. Царисту под расстрел. Царя под расстрел. 66 миллионов. Горы трупов. В Мамшинской войне 28 или 30 миллионов. А репрессия, пожалуй, больше чем в день мировых войны. Это Бог. И церковь, священники, архиереи больше 100 тысяч. Архиерейский голубь это дело. Бог очень крепко бьет. Написано страшно, пасть и будьте Бога живого. Страшно. Неостановимо. И будете взывать, как я взывал, вы для печери явно напишите. Я устал бировать. 16,5 июля. Я устал его. Мы на молитве стоим. На молитве. Боже, слава Тебе. И всемовыщий создатель. Хвала Тебе. С чести, поклонения, славой и благодарения. Во веке реку. Аминь. Спаси Христос. Поворачивайте. Спаси Христос. Игнать Анатольевич. Игнать Анатольевич. А? приехал валерий может встретить сломался я понял он трогай нашел поговорите хорошо я пошел я хотел сказать одно у них грудь открыта и она наша свитер начала маней дракон вы зарезали дракона сожгли в печи остатки пустим куда так сделано так и так будет всегда в дом не запускайте не давать им повода не жалеть еще не надо то есть там нельзя не зашить это не лдпр лучше они потратил урокли все пошли стекло у вас можно взять а что узкое стекло которое у вас там хранится на сарай сколько надо посмотреть штук шесть штук шесть наверно полосы пожалуйста это зеркало что такое крепкое большое я размер это не надо